7 апреля МАГАТЭ сообщила, что беспилотники атаковали Запорожскую атомную электростанцию. В частности, дрон атаковал один из защитных куполов реактора. Из-за российских обстрелов отключилась внешняя воздушная линия, по которой временно оккупированная российскими войсками атомная станция получала питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд. На этот раз удар беспилотника не представлял угрозы ядерному объекту. Впервые с ноября 2022 года и после того, как я изложил пять основных принципов избежания серьезной ядерной аварии с радиологическими последствиями, ИСАМС подтвердил, что произошло по меньшей мере три прямых попадания в основе конструкции защитной оболочки реактора. Этого не должно происходить. Рафаэль Гросси, гендиректор Международного агентства по атомной энергии в соцсети ИКС. Дроны атаковали учебный центр Запорожской АЭС. Росатом обвинил в атаках Украину, но в украинской разведке эту версию сразу отвергли и заявили, что россияне сымитировали атаку на станцию. После захвата неоднократно территория Запорожской АЭС именно со стороны российских захватчиков превращалась в поле для реализации различного рода провокаций. И зафиксированы в том числе и запуски беспилотников русскими оккупантами с территории Запорожской АЭС. И это происходит и по сегодняшний день. Зафиксированы минометные обстрелы с территории станции, что категорически запрещено. Также применение реактивных систем залпового огня, минирование территории станции, размещение на ядерном объекте на секундочку вооруженных сил, оккупантов и в том числе тяжелой военной техники, что категорически запрещено. И различные провокации, которые регулярно происходили. В МАГАТЭ назвали это серьезной эскалацией. Отдельно Украина и Россия созвали закрытое заседание Совета управляющих МАГАТЭ. На нем Рафаэль Гроси заявил, что атаки на ЗАЭС должны быть прекращены. И подчеркнул, что нападения на атомные электростанции категорически запрещены. Очевидно, что международная организация осуждает любое проявление агрессии в отношении объекта, критической инфраструктуры. Однако именно Украина придерживается этих правил и никогда себе такого не позволяла. Поэтому Украина не причастна к таким провокациям. Однозначно автор своих понятно всем. Запорожская атомная электростанция – самая большая в Европе. Если она взорвется, то это может обернуться экологической катастрофой не только для Украины, но и для всего мира. Госдеп США призвал Россию воздержаться от действий, которые могут привести к ядерному инциденту на Запорожской АЭС и вернуть контроль над станцией Украине. Эксперты называют атаки дронами на ЗАЭС манипуляцией со стороны России. Россияне часто манипулируют рисками и выносят это на международную арену, когда им это выгодно из своих соображений. Или чтобы отвлечь внимание от других вещей, которые происходят одновременно. Или просто, чтобы переложить задачу защиты интересов на другую сторону – на Украину. В конце концов, ситуация там уже опасная. ЗАЭС находится в достаточно плохом состоянии из-за оккупации. Россиянам выгодно сейчас перевести стрелки на Украину. Марьяна Буджирин, исследовательница Гарвардского университета в интервью изданию «Голос Америки». Россияне устраивали провокации на ЗАЭС сразу после оккупации в 2022 году. Осенью того же года начала поступать информация о том, что заминированы первый и второй блок ЗАЭС. На тот момент работа всех энергоблоков была остановлена. В июне 2023 года угрозу представляло то, что пятый реактор был переведен в режим горячей остановки в целях шантажа. Хотя тогда в пруду охладителей было достаточно воды для охлаждения оборудования. Подобные провокации россияне будут устраивать и дальше, уверены эксперты.